приветствую всех на канале мотковод с вами я и убак игорь моя любимая жена машенька машинка итак друзья сегодня 19 мая мы работаем и пришло подвести итоги по облету неплодных матков маток в пчелиных семьях после продажи пчелопакетов так как пакеты продавались 28 апреля подставлялись маточники матки облитывались и есть определенные тонкости которые хочется объяснить рассказать свои наглядные умозаключения чтобы пчеловоды некоторые могли учитывать это у себя на пасеке так как результат разный у меня три тачка улья все уже на сегодняшний день однотипные расположение ульев однотипное количество пчел в улье осталось практически одинаковое так как из девяти рамочников всегда продавалось а ну по четыре рамки просто где нигде забирали может старую рамку пчел одинаковое количество и но результат разные друзья ну и разлаживались в разное время если одни разлаживались ориентировочно первого числа вторые третьего четвертый четвертого о третий четвертого определенный диапазон и вот смотрите друзья значит получается на этом точку и на точку где у нас стоят друзья у коллег у знакомых не там где стройка и просто ну чтобы понимали на каком это точку там облетелось очень хорошо практически я не знаю 80 наверно процентов все облетелось небольшое количество потерялось пришлось поставить плодные матки и чтобы их приняли я не уже начались и так как повторно давать вообще не было желание но на том друзья точку где стройка там облетелись довольно так печально около 60 процентов даже даже то не облетелись скажем так где-то около 60 процентов только маток мы нашли в уле из них еще не все сеют ну конечно они там ставились 3 4 а эти вот первого например и конечно были холода может немного с опозданием они начнут сеять но облетелись хуже и мое умозаключение в чем заключается значит эти два . у нас стоят ну этот точек и тот шум коллег у знакомых он стоит вот в таких как бы условиях где есть какие-нибудь разные ориентиры деревья какие-нибудь забор где меньше продувается так как тут ведь ветра меньше нежели на том участку где стройка и тут облетелась лучше получается там такая же картина там есть какие-то кусты какие-то деревья какие-то ориентиры там все благополучно цвет улев одинаковый ну как бы все то же самое там же у нас только расположение улев нет еще каких-нибудь основных деревьев нету ничего такого есть забор но все равно там ветер всегда более сильный ощущается так как это на возвышении и там продувается больше всегда там ощущается ветер сильнее думаю может из-за этого из-за отсутствия различных ориентиров облет хуже так что друзья если вы хотите все-таки облитывать в пчелиных семьях неплодные матки вы должны это на это обращать внимание смотреть какие у вас условия насколько у вас есть ориентиры для облета маток нету ориентиров вот у нас например нуклеусный парк вроде бы все однотипное но есть какие-то ориентиры и довольно хорошо облитываются вот там я печален я скажу честно я печален так как я не ждал такой картин так что обращать на это внимание смотрите чтобы у вас также у нас как бы нет такой проблемы как щурка а во многих областях и еще это есть проблема так что и на это вам надо обращать внимание потому что можно кучу работы сделать а потом в итоге ничего не облетится и вы когда надо вам на медосбор или я не знаю там сделали отводки на акацию или на подсолнух а у вас матки не облетелись потерялись будет довольно печально так что обращать на все внимание на сколько у вас есть вероятность хорошего облета и вот на примере одной семейки мы посмотрим как она облетелась как она сейчас выглядит и что тут происходит машенька тормешь прилипло это вот тут маточка уже сеет этой семейке уже благополучно подставлялась овощина не знаю две наверно раз и два но сейчас посмотрим и посмотрим мы знаем что она сеет но еще как бы качество засева мы не знаем кормовая рамочка да это было овощина она полностью отстроена и засеяна машинка можешь показать видно видно да хорошо засеяна и с одной и с другой стороны так у нас второй день больше меньше нормальной погоды да тут уже расплод под запечатку да вот и маточка кстати друзья вот можем обратить внимание после того как матка облетелась вот сейчас она таких размеров хороших которые ну как сказать ну вот это ее уже расплод под запечатку начинают печатать понемногу и с одной и с другой стороны какие-то мисочки непонятные или это пока еще она не облетелась натянули так ну тут дальше смотреть нечего тут я еще посмотрю вощинку это наверное вторая вощина которая подставлялась ну тут еще нет засева она оттянута но еще не засеяна а это тоже вощина мы им подставляли значит мы им уже подставили три вощины после того как продался пакет благополучно отстроен и значит подводим итоги по этой семье но эта семья хорошо облетелась и она матка хорошего качества так как судя по расплоду нет а думаю рано еще рано тут еще другую вощину я взял с собой на всякий случай вощину думал может можно поставить но пока не стоит пока была прохладная погода мы подкармливали в кормушке еще немного осталось сиропа подводим друзья итоги значит я особо никогда не практиковал так чтобы расставлять маточники я всегда старался чтобы избежать лишних действий подлаживать плодные матки и это довольно сложно потому что надо подставить тем более как раз тот период когда они нуждаются как бы ну в реализации в этом году решил поставить маточники так как решил сэкономить и вот такой результат для себя еще друзья не решил ну например если так будет например продолжаться смысла ставить на тот точок где плохо облетелось ну вообще не вижу на этих я доволен хорошо облетелись благополучно и и а в том нет соответственно ну буду для себя решать в конце сезона будем сидеть и думать так что друзья обращайте на это внимание потому что многие хотят заниматься мотководством но вот видим вот сколько работы а потом в итоге можно получить и в самый последний момент можно получить нулевой результат все друзья на этом буду заканчивать с вами были мы подписываемся на наш канал ставим классы кому не нравится дизлайк и все всем пока пока